Президент Обама заявил о назначении новых людей в Министерстве иностранных дел и Пентагоне, ответственных за перевод заключенных. Он не уточнил, как и когда будет осуществляться перевод, но заявил о планах властей снять запрет на перевод заключенных в Йемен. 56 из 86 заключенных, которые имеют бумаги на освобождение, — йеменцы. Также президент заявил о своем обращении к Конгрессу с требованием снять запрет на перевод заключенных в США для слушания их дел военными трибуналами. После многих лет бездействия, несправедливости и равнодушия заключенные в Гуантанамо, наконец, смогли привлечь внимание президента США. Однако печально, что для того, чтобы их услышали, им пришлось организовать масштабную голодовку и пройти через огромные физические страдания. Еще пять лет назад Обама говорил о намерении закрыть тюрьму, и с тех пор ничего не было предпринято. Более того, он подписал закон, согласно которому бессрочное задержание теперь разрешено. Он распорядился распустить отделение Госдепартамента, занимавшееся переводами. А два месяца назад представитель Министерства обороны страны обратился к Конгрессу с просьбой выделить около 200 миллионов долларов на ремонт тюрьмы. Так что еще совсем недавно перспективы закрытия тюрьмы были весьма туманными. Теперь же мы, возможно, увидим какие-то действия со стороны администрации. Но президент Обама никогда не одобрял существование Гуантанамо. Его излюбленная стратегия — точечная ликвидация. Администрация держала в строгом секрете информацию о том, как они определяют свои цели. В результате тех атак погибли невинные люди, и это привело к росту экстремистских настроений в таких странах, как Пакистан. Обама много рассказывал о преимуществах беспилотников относительно других военных стратегий. С одной стороны, он говорит о том, что вывод солдат на поле боя повлечет за собой международный кризис и вызовет больше враждебности со стороны местного населения. Но возникает вопрос, разве бомбежка с воздуха не будет иметь тех же последствий? Неужели местных жителей больше привлекает перспектива погибнуть от бомб, чем от пуль? Америка не может вести бои там, где ей захочется. Мы действуем по согласованию с партнерами, уважая при этом государственный суверенитет. Америка не стремится наказать отдельных лиц. Мы действуем против терроризма в целом, который является прямой угрозой для американского народа. Консультации с другими странами следует отметить, что все население Пакистана, а также пакистанский парламент, единогласно против использования беспилотников. Так что, возможно, власти согласуют это с правительствами других стран, но точно не с народом. Президент также заявил, что в эту среду он подписал директиву по использованию беспилотников, которая, безусловно, повлечет за собой появление новых директив по политике за рубежом. Что касается законодательства, администрация все еще действует по официальным санкциям использования военных сил, принятым в 2001 году, когда США воевали с Аль-Каидой и ее сторонниками. А с учетом того, что президент говорил в своей речи об угрозах, исходящих от сторонников Аль-Каиды по всему миру, война с терроризмом продолжается до сих пор. И беспилотники тут незаменимы.